Дорогие, в основе страха лежит какая-то мысль, в основе страха лежит негативная мысль, и мы не можем ее просто победить, вот вырвать из своей головы, мы не можем вытащить это с головы, но мы можем заменить ее, нарисовав другую, альтернативную версию событий. Мы можем нарисовать другую картину и поверить в нее. Страх это порабощающее чувство, страх он приходит с мыслью, и когда ты начинаешь думать об этом, как это приходит? Сначала приходит мысль, ты начинаешь эту мысль думать, осознавать, эта мысль приносит атмосферу, ощущение, и ты начинаешь вибрировать этим, ты начинаешь все это притягивать. Мысль, ощущение, осознание, вибрация, вот такой цикл проходит. И страх это порабощающее чувство, он приходит с чувством реальности, то есть залетает мысль, но в такой атмосфере, что как будто это реально. Но кто тебе сказал, что так будет? Кто тебе сказал, что так будет? Я вспоминаю недавнюю историю, я увольнялся с работы, на которой проработал 11 лет. Я был региональным директором в крупной международной компании. И когда ты проработал 11 лет, ты директор, у тебя абсолютно потрясающий пакет, и зарплатный, и автомобиль служебный, и тренинги за рубежом, и премии большие. И когда я решил уходить с работы, да, то, конечно, конечно, ко мне пришли страхи, конечно, пришли мысли, ничего не получится, все это ошибка, ты пожалеешь, что ты уйдешь, сейчас кризис, куда ты собрался? И такой фильм ужасов пришел, такой фильм ужасов, и смысл, как ты очень быстро и умело испортил свою жизнь. И вот эти мысли, они давили, эти мысли, они пугали, это фильм ужасов, да? Как некоторые из вас приходят мысли, эта болезнь будет прогрессировать, это затвердение, это, наверное, рак, и с твоими детьми что-то плохое произойдет, и ты думаешь об этом, и думаешь, это фильм ужасов, и до того доход, что жить не хочется. И вы знаете, что я сделал? Я сказал, я не обязан в это верить. Кто сказал, что так будет? Кто сказал, что так произойдет? Я не собираюсь смотреть этот фильм, я не собираюсь покупать эту видеокассету, я не собираюсь смотреть то, что меня разрушает. Я сказал громко. Я есть творец, мастер и автор своей жизни. Я заменяю эту картину. Мой отец Бог, я сотворен по его образу и подобию. Мой отец, он творит реальности. Мой отец, он творит миры. Мой отец, он творит обстоятельства. Я его сын. Во мне природа Бога. Во мне его ДНК. Во мне его сущность. Во мне его жизнь. Я автор и мастер своей жизни. Я заменяю эту картину. Я выбрасываю эту видеокассету из своей головы. Я формирую другой событийный мир. Я сотворяю другую реальность силой Бога. Я сотворяю реальность успеха. Я сотворяю реальность радости. Я сотворяю реальность наслаждения. Я сотворяю свой слой мира, в котором я помогаю людям. Я сотворяю реальность, созидаю, в которой я раскрываю в людях их потенциал и помогаю раскрыть свои лучшие качества. Я сотворяю реальность, в которой я служу людям и помогаю им состояться в жизни. Я вижу, что моя школа будет большой. Я вижу, что моя школа будет международной. Я вижу, как люди будут благодарить меня за то, что я ушел с работы. И я скажу спасибо, как мне творится, за то, что дал мне сил уйти с этой работы. И я начал рисовать себе другой мир, другой фильм. Я начал рисовать себе тот фильм, когда много людей приходят в мою школу, как много людей приходят на вебинары, как люди благодарят Бога, что они встретили меня в своей жизни, как моя семья радуется, что я стал наставником, тренером. И вы знаете, я стал крутить этот фильм, я стал крутить этот фильм, я стал крутить этот фильм, вместо того фильма ужасов. И, как сказал, я напомню этот человек, та лента, которая крутится в твоей голове. Такое кино ты будешь смотреть в своей реальности. Всё так и случилось. Вебинары, международная школа, семинары и множество судеб, которые благодарят Создателя за то учение, которое я несу. И я благодарю Создателя за то, что Он дал мне эту мудрость сотворять реальность. Это не только для меня. Мы, как дети Бога, мы можем творить своими словами, мы можем творить концентрированными образами и видениями. Он творил всё словом, наш отец. Нормальные дети похожи на своих родителей. Мы можем сотворять реальность, мы можем формировать события. Как? Через сознательный выбор мыслей. Через сознательный выбор жизнеутверждающих мыслей. Через сознательный выбор победных мыслей форм. И через вербализацию это словами. Каждый из нас может прорисовывать свою судьбу. Каждый из нас может сотворять свой путь. Каждый из нас может формировать события жизни правильными мыслями правильными образами и правильными ощущениями как сказал один мистик что свою реальность ты создаешь своим выбором . выбором своих мыслей зачем тебе смотреть эти фильмы ужасов я предлагаю тебе сегодня выбросить эти кассеты и начать осознанно в тех сферах где ты боялся рисовать другой фильм вот почему в своей группе в контакте я делаю настрой на неделю некоторые из вас не заходят не смотрят я делаю авторские настрои позитивные настрои чтобы ты мог засеять свой разум мыслями позитива чтобы ты мог засеять свой разум ожиданиями доброго в этих настроях я даю вам сюжеты в этих настроек я даю вам сценарий для ваших фильмов успеха прогресса изобилия и также я много говорю о позитивных жизнеутверждающих парадигмах и таких вот шаблонах до позитивных своих вебинаров если кто-то смеется с вашей жизни сегодня когда вы проработаете все эти семинары все эти вебинары а еще лучше вы учитесь моей школе вы начнете смеяться над теми людьми кто смеялся над вами потому что вы станете сильным вы станете могущественно вы станете уверен вы станете собранным сфокусированным вы будете сиять сиянием бога вы будете ожидать только лучшее и только лучшее будет приходить вашу жизнь